В Самаре продолжается уборка городских улиц после зимы. Все сезонные работы в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, усилены. Повышенное внимание уделяется состоянию улично-дорожной сети. Порядка 760 улиц города с твердым покрытием подлежат мойке. На них задействуют вакуумные подметально-уборочные машины. Но перед этим требуются подготовительные работы. Особенно это касается сбора зимних накоплений в приладковой части дорог. На сегодняшний день очищены от зимней грязи, мусора и готовы к мойке 15% дорог местного значения. На этих объектах поливочно-моечные машины и пылесосы уже функционируют, в том числе малогабаритные, для бережной очистки тротуарного покрытия. Работа ведется круглосуточно. И в день на уборку выходит сейчас 20 единиц техники, 8 вакуумно-подметальных машин и 12 поливомоечных. Наибольших результатов удается достичь в ночное время, когда меньше всего транспорта. Но погода вносится свои коррективы. Прошел дождь. Частично достаточно местами он прошел сильный. Как следствие, появились на участке дорог намыло зимних накоплений. Поэтому в текущий дождевой период основная работа – это продолжение сбора зимних накоплений, которые скапливаются в приладковой. Мойка приладковой поливомоечными машинами и обеспыленная вакуумно-подметальным машинами. Машины, припаркованные в зоне действия, запрещающих остановку и стоянку знаков, эвакуируют. Автовладельцев просят быть внимательными и не парковаться в неположенных местах. После освобождения крайней правой полосы проезжей части от транспорта нарушителей, подрядчики заходят на участки и беспрепятственно трудятся, в том числе с использованием спецтехники. По мере готовности улиц выход поливочно-моечных машин нарастят до 40-43 единиц, вакуумно-подметальных – до 26 единиц. Техника находится на обслуживании в постоянном режиме. Остановки общественного транспорта вдоль улично-дорожной сети тоже приводят в порядок. Ремонт, покраска каркаса и мытье стекол с использованием средств, разрешенных к применению Роспотребнадзора. Скребками стены павильонов очищают от незаконной рекламы. Обслуживание павильонов производят на регулярной основе. Незаконные листовки отчищаются спецсредствами. Помывка основного павильона производится два раза в месяц. Производится путем помывки водой. В зимний период – специальной незамерзающей жидкостью. В МБУ «Самары информресурс» рассказывают, чаще всего недобросовестные граждане разбивают стеклянные панели, наносят граффити на поверхности павильонов. На сегодняшний день 25% всех остановок уже приведены в надлежащий вид. В профильном департаменте заверяют, что все замечания относительно состояния павильонов и других объектов благоустройства оперативно отрабатываются. На дорогах контроль организован постоянно. Он осуществляется специалистами МПГТ по благоустройству и МБУ «Дорожное хозяйство». Сезонные работы по благоустройству в городе продолжаются. Их темпы и объемы наращиваются. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.